Собственным примером. Президент Украины заявил, что прививку от COVID-19 сделает вместе с военными и не позволит испытывать на украинцах российский спутник ВИ. План борьбы с пандемией стал главной темой всеукраинского форума «Украина-30». От чего же зависит дата начала вакцинации в нашей стране и смогут ли рассчитывать на прививку жители временно не подконтрольной Киевой территории, Влада Цуркан расскажет. Привить от COVID-19 минимум половину украинцев уже до конца года. Такую задачу поставила перед собой украинская власть. Как заявил президент Владимир Зеленский, первый этап иммунизации начнется в феврале. И у правительства уже есть для этого дорожная карта. Эта карта разработана для обеспечения належного и равного доступа к вакцины для всех жителей Украины. Ее главным завданием есть охопление, что наименьше половины населения Украины протягом 2021 и начале 2022 года. К концу месяца в Украину поставят более миллиона доз вакцин, говорят в Минздраве. И обещают, препарат будет абсолютно бесплатным для населения. Для удостоверения вакцинации от коронавирусной хворобы медичная система способна обеспечить 4250 пунктов щепленок и 572 мобильные бригады. На первом и втором этапе в каждом регионе будет достаточно сформировать 7-8 мобильных бригад. Вот только прививаться от коронавируса даже бесплатной вакциной готовы лишь 43% украинцев. Это данные социсследования группы Рейтинг. Именно поэтому президент решил собственным примером доказать – вакцинация от COVID-19 безопасна и эффективна. Владимир Зеленский, как главнокомандующий, свою дозу вакцины собирается получить вместе с военными. Я готов к личным примерам, как и большинство световых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна, она необходима. Безопасность вакцины, которую Украина получит по инициативе COVAX, подтверждает и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Усі вакцины з ЄС гарантованно безопасны и действительны. Їх было ретельно переверено независимым Европейским агентством с лекарственными средствами. Европейский Союз на боце Украины, как и был всегда, в частности, в важкие моменты вашей новой истории, потому что все мы – одна европейская родина. Вскоре привиться бесплатно смогут и жители временно неподконтрольных Украине территорий. Люди, которые через вимушенную причину опинились на оккупованных территориях, смогут провести щепление в пунктах щепления на подконтрольной Украине территории, но это начали с третьего этапа. И для них будет действовать такая же ситуация записи, как и для всех других украинцев через портал. Они должны знать, где они могут, в какой день провести щепление. Власть готовит различные возможности для записи граждан на вакцинацию. На традиционном селекторном совещании под председательством главы государства обсудили создание специального сайта, где можно будет записаться на вакцинацию. Запись также можно будет осуществить в приложении ДИА или через семейного врача. Влада Цуркан, Юрий Шульга, Киев Твой дом.